всем привет еще раз сегодня мы с вами делаем практику очередную мы будем делать поворот головы это такое достаточно классическое задание я вам сейчас объясню как его выполнять покажу какие-то референсы немножко картинок и пару своих предыдущих работ которые я делала на это же задание но с предыдущими курсами практически с каждым курсом мы это задание делаем и с вами тоже будем давайте для начала тогда расскажу что мы сегодня рисуем можете себе как-то записать может быть и запомните не надо записывать в принципе тут ничего особо сложного нету и я просила вас заранее до еще начала практики писала чтобы вы выбрали персонажа которого будете анимировать ну и по возможности как-то его немножко поскетчили потому что вам тогда просто будет легче его рисовать в анимации вот и для этого задания я советую выбрать персонажа уже готового ну то есть не не того кого вы сейчас сами придумаете а уже какой-то конкретный персонаж вы его берете и вы рисуя его старайтесь еще попасть в типаж этого персонажа и как-то попасть его характер то есть он там добрый злой не знаю какой-то веселый грустный то есть какая-то у него эмоции есть какой-то характер и вы стараетесь это разыграть в этой короткой сценке вот второй момент который сейчас надо будет сделать пока я объясняю спонтанно все это придумать эмоцию персонажа ну и как собственно будет у вас поворачиваться потому что я объясню сейчас технические моменты как это делается по анимации но по розыгрышу вы можете придумывать сами что-то интересное может быть это да если успеете даже какой-то там предмет на который он реагирует оборачивается или там второй персонаж или какое-то действие но как бы и вы можете это придумать но не сильно на этом акцентируйтесь все-таки у нас по заданию мы делаем именно поворот головы анимацию после того как вы в голове придумали что у вас будет происходить сценки что у вас будет происходить с персонажем вы рисуете там нейлой пожалуйста не пропускайте эту стадию то есть не переходить сразу к анимации дайте себе там 10 минуточек что просто вы на листе бумаги набросали вот эти основные его как бы национальное состояние и основные ключи вашей анимации я очень настоятельно рекомендую это делать на практике чтобы мы приучались именно так работать это действительно упрощает дальнейшем задачу вот если кто уже так делает я думаю вы оценили насколько это удобнее если кто-то еще не делает возможно поначалу это кажется немножко непривычным но когда привыкнешь это прямо вообще отлично все заходит вот поэтому сделайте сначала там нейлы как раз вам еще будет время подумать пока вы их рисуете и только после этого вы переходите уже к анимации в программке и сначала мы анимируем ключи это очень важно чтобы не зацикливаться на вот какой-то подробной такой анимации то есть сейчас в начале надо будет сделать именно ключей вашей анимации и их всего у нас будет пять в этой сцене именно по вот технически как это делается давайте я сразу покажу что это будут за ключи вот это лучше себе зарисуйте сейчас чтобы потом у вас это было перед глазами и вы помнили первый ключ это какая-то начальная поза вашего персонажа он у вас смотрит либо вправо либо влево неважно в какую сторону вы можете еще ему может быть дать даже какой-то ракурс но только конечно вот ну типа вот так не надо рисовать что он совсем там снизу мы его видим в камере то есть лучше все-таки фронтальный вид на него без ракурсов и он смотрит и по компоновке в кадре лучше его делать наверное даже вот так вот то есть чтобы у него за затылком было чуть больше пространства для того чтобы было место куда он повернется то есть либо по центру кадра либо даже вот здесь вот меньше у него пространство есть у меня такая достаточно дефолтная поза просто сейчас набросала перед началом занятия какие-то миллы тоже совсем такие элементарные вот но вы уже можете дать ему какую-то эмоцию если хотите что вы там придумали или сейчас придумайте и уже от нее плясать второй ключ это реакция то есть начало движения как она у нас происходит и здесь хорошо бы сделать либо стрейч либо сквош персонажа то есть он когда на что то реагирует перед началом движения он либо вытягивается то есть вот если это была дефолтная поза то он вытягивается ну и соответственно здесь вот он сжимается то есть как-то морфится немножко перед началом движения это очень прям хорошая подготовка То есть, по сути, второй ключ – это подготовка перед движением. Это как в дровосеке мы делали, то есть поза, подготовка, движение, овершут потом и финальный поз. То есть принцип, он, в общем-то, практически такой же. Можно сделать даже и сквош, и стретч. То есть он сначала вытягивается, потом сжимается, и типа через это сжатие уже пошел на арочку. Но тоже тут еще зависит от персонажа, который у вас будет, то есть насколько он пластичный по своему характеру, по своей анимации. Но какой-то небольшой сквош-стретч прям очень хорошо дать. Третий ключ, собственно, самое, наверное, главное в этой сцене, через что идет розыгрыш, как вы его будете делать, это непосредственно поворот. И тут есть несколько моментов, которые я написала. Сейчас про каждый немножко скажу. Во-первых, поворот лучше делать с наклоном оси. Может быть, кто-то уже делал это задание. Это достаточно классическое задание, которое часто делают именно на курсах учебных. Вот сейчас в референсах тоже вам все это покажу. Наклон оси. Не вот так вот персонаж разворачивается, просто как бы так вот. А лучше делать именно такой поворот, более динамичный. При этом, естественно, у него нос немножко будет отставать. Ну или нос, я не знаю, что у вас там будет. Короче, в общем, вся вот эта вот часть лица, нижняя, она немножко отсюда в оверлеп, она тянется как бы с таким отставанием. Макушка движется вперед, то есть подбородок догоняет. Глаза на повороте, если это быстрая реакция, то, как правило, они закрыты, то есть идет моргание, поворот через моргание. Вот. Если это медленное, более движение, можно оставлять глаза открытыми, но тогда направление взгляда уже должно быть вот сюда вот. То есть он уже смотрит в ту точку, куда он будет поворачиваться. Но в целом лучше делать это побыстрее, такой динамичный разворот, и через закрытые глаза. И детали, они будут в оверлепе, если у вас есть у персонажа волосы какие-то, или там уши у него, я не знаю, кого вы будете делать, то это все идет еще в такой захлест. Ну, думаю, это понятно. В принципе, с оверлапами мы в прошлый раз немножко работали, я надеюсь, уже вы начинаете это чувствовать все потихоньку. Четвертый ключ. Овершут. Это когда он уже практически пришел в финальную позу, но еще не пришел. То есть он как бы чуть-чуть ее проскочил, и вот финальная поза, вот эта, она будет вот здесь вот. То есть он в нее как бы немножко возвращается. То есть движение быстрое, он перелетел, а потом доходит обратно. Если движение медленное, можно без овершута, можно просто расфазовать. Но если вы двигаетесь быстро, лучше делать вот через вот эту вот арочку, как бы остановку. И на этом ключе еще у него доходят детали. То есть если там были какие-то уши или еще что-то, то они немножко сюда вот забрасываются, и типа потом они останавливаются уже. Да, конечно, странно он смотрится совершенно, но я думаю, принцип понятен. Короче, на этом кадре у вас доходят детали, и сам персонаж, он немножко выходит за арку движения. И пятый ключ – это финальная поза, где вы уже рисуете его в той позе, в которой он, собственно, уже остановится, доводите все детали, останавливаете, и рисуете ему ту эмоцию, с какой он в итоге вышел из этого поворота. То есть он там злится, он удивлен, он испуган, не зная, что у вас будет происходить, но как бы это пятый ключ. Вот, всего их пять. Сначала делайте эти ключи, а потом уже все дорисовывайте, что между ними происходит. По поводу поворота еще, это, ну, как бы классический вариант – это вот такой. Чаще всего так рисуют, прям не знаю сколько, 80% случаев. Вот, но в принципе можно попробовать, кто уже такой поворот делал, может быть, ну, есть те, кто, как и я уже выполняла это задание, хотите как-то себе разнообразить, чтобы не повторяться. Можно сделать, попробовать какой-то другой поворот с другим характером, с другим таймингом. И, допустим, он у вас, ну, типа, знаете, так медленно и подозрительно поворачивается, поворачивается, то есть вот он стоял в начальной позе, потом у него вот этот наклон происходит в другую сторону, такой типа, эээ, че такое? И он в этой позе как бы медленно-медленно поворачивается. Подозрительно. Ну, я не знаю, как бы такая эмоция. И тогда у него подбородок лидирует, а как бы голова наоборот. Ну, то есть, представляете, да, вот я не знаю, как мне объяснить, чтобы вы это увидели. И такой, ну, типа, ну, более такой, может быть, киношный какой-то поворот. Ну, и остановка будет не такая резкая. То есть можно сделать более медленную какую-то анимацию, но тогда вам придется это больше потом расфазовывать, чтобы она читалась по таймингу. Давайте сейчас договорю по лекции тогда. Ну, собственно, тут всего пара моментов осталось. То есть после того, как вы нарисовали вот эти пять ключей, начинаем именно с них. Вот вы их сделали, все, практически, у вас сцена уже будет работать, и дальше вы можете уже, ну, как-то улучшить этот розыгрыш, добавить там где-то по таймингу что-то или по деталям, как они у вас будут работать. То есть потом следующим проходом вы рисуете брейкдауны, чтобы уже анимация была более плавной. И последний момент – это вот тайминг, собственно, лучше делать неравномерно, естественно. То есть больше тайминга давать на вот этот вот второй ключ, когда у него идет подготовка какая-то, то есть чтобы отыгралась вот эта реакция, что с ним происходит. Быстрый поворот, самый быстрый по таймингу. И остановка, она тоже более медленно происходит. В принципе, тут тоже ничего сложного с этим нету. Я надеюсь, вы все с этим разберетесь. Сейчас немножко покажу картинок из книжки Эрика Голдберга. Мне кажется, у него прям суперклассно это все объяснено. Но это по поводу вообще поворотов и мимики. Хорошо, если, конечно, я не знаю, кто из вас скетчил персонажа, которого вы выбрали. Но, в принципе, если нет, вам придется это делать уже в процессе анимации. Но как бы классно уметь рисовать его с разных ракурсов, с разными эмоциями, чтобы вы просто понимали, как вы его сейчас будете вертеть и как он выглядит с разных позиций. Это всегда хорошо делать. Вот как раз пример того, как делается поворот все посредний. И такой поворот, он скорее делается, когда рисуется у персонажа торнераунд, то есть прокрутка вокруг своей оси, чтобы лучше понять, как уходят в ракурсы какие-то детали, как смотрится с разных углов поворота лицо и фигура. Но если мы говорим о каком-то более анимационном розыгрыше, то, конечно, вот такой вот поворот делать не надо. И лучше делать поворот, как вот на нижнем рисунке, то есть вот этот вот. Когда все, что я сейчас, собственно, озвучила, наклон оси у нас идет. И даже можно еще делать по арке, что проседает немножко персонаж. То есть не по прямой разворачивать голову, а может быть даже где-то там плечи как-то поджал вот это все. Типа тут, наоборот, вытягивается. То есть можно вот это делать. И еще несколько примеров тоже. Поворот посредний, когда у вас полностью идет симметрия на лице. То есть вообще полностью. И это смотрится более скучно. Если вы сделаете, опять-таки, вот эту штуку, что голова лидирует, нос отстает, направление взгляда уже в сторону поворота. Ну, реально, вот 80% разворотов, они рисуются по вот этому принципу. И потом уже все доходит. Естественно, тут надо доделать брейкдауну, чтобы все двигалось с нужной скоростью. И тут, кстати, нет моргания, потому что, может быть, это не слишком быстро происходит. Но принцип понятен, видно, да, в чем разница. Еще один пример. Абсолютно все то же самое. То есть поза, поворота, варшут и финальная поза. Здесь, ну, детали у него в рот. Там еще волосы видно, что они отстают. Здесь уже они доходят. Может быть, вы доделаете еще, ну, что-то, какой-то липсинг, что типа он там вскрикивает или еще что-то. То есть можно отыграть еще мимикой, ртом там, глазами, что происходит. Еще пример. Опять все то же самое. Но здесь уже пример с такими еще более резкими поворотами, когда на развороте делается еще вот это вот смазывание персонажа, растяжение такое для супербыстрых каких-то действий. И как аналогия еще сделан жест рукой, который, в общем-то, у него та же самая логика. То есть отставание лидирует запястье, пальцы отстают. То есть, по сути, рука, она как лицо в этом случае работает. То же самое, овершут и финальная поза. Крутая рука. Ну, у Голберга вообще офигенный рисунок. Он прям супер-супер анимационный. Это, по-моему, уже там какие-то гифки были. Ну, тоже я закинула все, что нашла по разворотам. Это по поводу, наверное, уже оверлэпов, когда вот здесь вот уши, они тоже без всякого оверлэпа, то есть просто как прокрутка такая персонажа. А здесь уже идет парочка. То есть у него арка движения еще вот такая вот. Как бы он сначала падает затылком, нос поднимается, уши начинают двигаться, потом вот это вот поворачивание, уши в оверлэпе. И, ну, тут еще нет овершота, который, типа, наверное, был бы какой-то такой, что уши еще доходят, и нос доходит. И уже потом оно останавливается. Может быть, даже, типа, можно было еще сюда ему нос там забросить. Типа, такие уши взлетели, а потом он уже идет в эту позу. Ну, то есть даже по самим рисункам видно уже, как это делается. Тоже еще такой момент проговорю. Когда будете рисовать персонажа, независимо от того, ну, кто у вас там, это будет человек, ну, то есть это какой-то антропоморфный персонаж или это будет животное, там, ну, зооморфный персонаж. Когда рисуете, делайте вот этот, ну, вот этот шарик, где голова у него, делайте обязательно осевые линии, где у вас глаза, чтобы вы понимали ракурс. И, ну, и дальше лицевая часть, она, типа, либо у вас будет вот такая, если это человек, либо какая-то такая, если это животное, не знаю. Ну, то есть принцип один и тот же. Сначала вот эту вот черепную часть обязательно, лицевую часть, как она находится, и линия глаз, чтобы вы, когда анимируете, то есть вы могли очень быстро, типа, все это сделать, как у вас все отстает. Если вы будете сразу детали рисовать, это можно закопаться, и не настолько будет все мягко, по движению, плавно. Поэтому очень советую с этим работать. Ну, это такие уже какие-то более реалистичные рисунки, но тоже как делается поворот. То есть вот такой, это можно делать для более медленного какого-то розыгрыша, когда такая, ну, внимательная реакция какая-то. А вот это для более быстрой реакции. То есть почти всегда наклон, вот это смещение оси, закрытые глаза. Вот прям. Это то, что, в принципе, мы сегодня рисуем. Вот. Но я еще раз повторю, кто уже такое задание делал, вот прямо один в один, вы можете попробовать какой-то другой розыгрыш придумать, чтобы вам было поинтересно. Вот. Кто не делал, мы делаем по классике. И, в принципе, я надеюсь, у всех получится. В общем-то, по лекции это все. Если у вас есть какие-то вопросы, можете их сейчас задать. А можно сделать... Ой, пардон, перебила. Говори. А можно сделать, что персонаж стоит спиной и потом оборачивается на камеру? Или это сложнее уже просто? Да, в принципе, можно, если хочешь. Можно из профиля как-то повернуть. Спасибо. Но тогда, если он стоит спиной, то тоже вот по этому принципу, то есть вот, если у него там спина вот эта вот, грубо говоря, и типа лицо потом, я не знаю, то есть он до анфаса повернется или как-то еще, то на развороте надо делать, ну, тоже вот это вот наклон оси и типа макушка впереди, то есть вот такой вот позу поворачивается. То есть не вот это вот лучше, конечно. Не 3D-моделька вертится. Ну, да, то есть как-то его более так поморфить, типа чтобы это было поинтереснее. Я еще хотела показать пару своих сценок, которые я делала на это задание. Мы когда с другой группой рисовали, я сделала сурикатов, и у меня три штуки даже успела нарисоваться. И я хотела сделать каждому разный разворот немножко. Я сейчас включу просто по кадрам, чтобы вы посмотрели. Вот можно с первого начать, наверное, как он поворачивается, ну, который самый левый. И тут типа у него идет сразу на разворот вот это вот как раз падение головы, поднятие носа, поворот, овершут и финальная поза. То есть такая прям классическая модель поворота. Вот, теперь второй, жирный. Тут я сделала какую-то ему начальную реакцию, что он сначала реагирует. реагирует. Потом хотелось сделать какие-нибудь такие смазки на зрачках, не знаю, насколько это читалось. Ну, и типа на голове тоже смазку такую. Ну, и финал без овершута, типа он просто дофазовывается, посмотреть, как это работает. То есть видно, да, что он просто приходит к финальной позе. А третий тощий, он самый такой энергический, он просто сначала смотрит, и потом я хотела с мультиплайм попробовать еще разворот вот такой вот. То есть он супербыстро повернулся за два кадра, и только детальки у него потом доходят еще. Ну, то есть разные варианты. Хотелось попробовать, как это можно сделать. Вот можно еще раз посмотреть, как все выглядит. Вторая сценка, которую я делала, тоже на разворот, уже на следующий год. Здесь даже не столько разворот, сколько какая-то еще реакции персонажа идет с укрупнением на камеру, с движением. И мне хотелось сделать тут вот этот тайминг, что больше времени на реакцию какую-то. То есть вот она среагировала, потом идет доворот, дофазовывается, вот это вот более медленно. И потом идет быстрая реакция, то есть тоже через моргание, через сквоши. Вот это классический прием, то, что я сейчас рассказывала. И остановка с деталей доходит. Вот такой. Вот. А сегодня я хочу попробовать сделать из короля льва шрама. Не знаю, что получится, но посмотрим. Еще какие-то вопросы у вас есть? У меня небольшой вопрос насчет того, что не обязательно же, чтобы персонаж был из мультика. То есть можно взять своего личного персонажа? Можно, можно, если очень хочется. А, хорошо. Ну, как бы мои рекомендации взять готового, просто чтобы вы уже учились рисовать персонажа в типаже. То есть это в любом случае вам понадобится в дальнейшем. Но если хочется своего, конечно, я не запрещаю. Вот. И, в принципе, мы тогда можем начинать работать. И у нас два часа на это задание. Всем понятно все? Да. Да. Поехали. Хорошо, тогда поехали. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!